Дорогие друзья, я всегда ожидаю встреч с вами. Для меня это самая приятная встреча. Почему? Все объяснимо и понятно. Сегодня передо мной только частичка тех героически трудолюбивых людей. У вас самая тяжелая профессия, я не устаю об этом говорить везде. И то, что вы решились на эту работу, это уже заслуживает одобрения. Наука играет очень важную роль в жизни нашего государства и любого другого государства, обеспечивая его и независимость, и политический вес на международной арене. Поэтому, вручая сегодня, накануне профессионального праздника докторам и профессорам заслуженные дипломы и аттестаты, мы не только отмечаем результаты авторских исследований, но и прежде всего ставим перед отечественными учеными новые концептуальные стратегические задачи. Вы, как никто, знаете, что пределы науки недосягаемы. И каждое новое поколение ученых всегда стремится пойти дальше той вершины, которую уже преодолели первооткрыватели. Это как в спорте, только вперед. Надо быть быстрее, точнее, сильнее тех, кто уже установил очередной рекорд. На дистанции к своей цели помогают не только профессиональные навыки, но и характер. Также научный успех и признание приходят к сильным личностям, талантливым, упорным в работе и бесконечно преданным своему делу. Безусловно, все ваши достижения – это плоды многолетнего, порой ювелирного труда. Результат искреннего стремления служить людям, повышать качество жизни своих современников и менять к лучшему жизнь будущих поколений. Цели науки ставит само время. И сегодня нам особенно нужны знания и опыт уже известных, титулованных ученых. Энергия и амбиции молодых, подающих надежды исследовательской работы, готовых не только покорять неизведанные силы природы, но и противостоять вместе с государством сложнейшим политическим и экономическим вызовом. От вас ждем инновационных проектов и технологий в области атомной энергетики, освоения космического пространства, цифровизации, в отраслях экономики, медицины, образования, в сферах социологии, экологии и геологии. Интеллектуальный труд – это основа развития любого общества. И он должен быть применим в жизни, направлен на конкретный результат, должен принести реальную пользу не только государству, но и людям. Что касается поддержки перспективных специалистов, то на данном этапе в стране сделано немало, и вы об этом хорошо знаете. Созданы оптимальные условия для научно-технической, практической деятельности, разработана система материальных вознаграждений за эффективное внедрение идей в реальный сектор жизни и социальную сферу. Дорогие друзья, во все времена науке было тесно в рамках государственных и геополитических границ. Она неизменно принадлежит всему человечеству и призвана служить во благо цивилизации. То есть ваш извечный тезис – наука интернациональна. И вам, белорусским ученым, как всему мировому научному сообществу, предстоит еще немало сделать, чтобы ответить на беспрецедентные по сложности и многомерности современные вызовы. Надо продолжить поиск альтернативных источников энергии, остановить необратимые экологические изменения, открыть новые способы профилактики неизлечимых болезней и борьбы с ними, преодолеть продовольственные кризисы и решить многие другие проблемы, актуальные для всех жителей нашей планеты. Но в масштабах своей страны мы должны вместе работать прежде всего на достижение государственных стратегических целей, повышать конкурентоспособность отечественной экономики, обеспечивать национальную безопасность Беларуси, укрепляя наш суверенитет. И направляя свой талант, мастерство на создание и дальнейшее созидание, менять весь мир к лучшему, поднимать человечество на новую ступень развития, потому что там, где высоко стоит наука, высоко будет стоять и человек. Я искренне желаю вам быть всегда на высоте в таком нелегком, но бесконечно увлекательном научном поиске. Я хочу также поздравить вас и всех наших ученых в вашем лице с Днем Белорусской науки. Пусть эта встреча станет источником творческого вдохновения на труд во имя процветания Беларуси, во имя мира на земле. Желаю всем здоровья, счастья и благополучия. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо.